Девушки отдыхают 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 Повоевать Три рипера, два гелиона против четырех гелионов Нет, ну все-таки я на стороне рипера гелионов Сейчас тем более, что риперы продолжают строиться Сейчас прилетит либератор, но прилетит он Уже на готового викинга Тиуай явно очень хорошо понимает Каким может быть продолжение агрессии От Михо, явно понимает, что Наверняка там быть Либератору, и посмотрите, как красиво Тиуай не рискует Ехать вперед гелионами, отправляет Марика Чтобы увидеть, какие там конкретно Войска, вот тут он, конечно, большой Молодец, ну что Либератор на поле боя Либератор раскладывается прям вот так вот Нагло, но от него толку никакого Его сейчас просто убьет Викинг, это понятно Риперы в это время пытаются Разменяться с гелионами Ну что я вам скажу, риперы в этой схватке Побеждают, остается два рипера Но против викинга они, естественно Ничего сделать не смогут, и Тиуай Довольно спокойно Отбивает эту агрессию Дальше у него продолжают строиться гелионы А у Гумихо мы видим Марика, Танки и Рейвен Конечно, если бы так быстро не построил Викинга Тиуай, у него были бы очень серьезные проблемы Но Викинг помог ему оперативно Решить вопрос Либератора И это было, пожалуй, главным В отбитии от агрессии Синего Терна Хорошо чувствует себя сейчас Тиуай Он явно собирается идти в механизацию Активно штампует гелионов Попробует даже парочку гелионов дропнуть И к этому не очень хорошо готов Гумихо У него где-то был циклон, но Циклон, по-моему, очень сильно вне позиции сейчас Ну, плохо отлетевая, что всего два гелиона дропнуты Конечно, будет их тут хотя бы три А лучше четыре был бы другой разговор А пока что три А три рабочих уничтожены Это тоже неплохо Смотрите, насколько пробиты все остальные рабы Гумихо Можно будет потом вернуться и добить их И Гумихо будет играть в био Он только что собирался поставить дополнительные бараки Посмотрите, каков красавчик сейчас Тиуай Приехал и двумя очень красными гелионами Сумел добить еще четырех рабов Насколько Тиуай хорош вот в таких Маленьких моментах Насколько Тиуай хорош в подобных эпизодах Вроде бы два гелиона Причем оба очень красные Оба очень пробитые Но какие чудеса с их помощью вытворяет Тиуай Просто фантастика Циклон сцепил одного гелиона Но все же вынужден был того отпустить Гелион куда-то вне зоны действия Локона уехал Будет сейчас пушить Гумихо Но у Тиуая есть свой Рейвен У Тиуая есть очень много своих гелионов И Тиуая есть Вполне серьезная возможность отбиться Очень неожиданное решение от Гумихо Смотрите, что он делает Какая-то очень поздняя стелс-банша Это поворот Но мы потом будем разбираться, что же это такое Зачем это нужно Гумихо? Сейчас Гумихо вот рановато, конечно Использовал ману Рейвена Забросал все авто турелями Турели бы ему пригодились немножечко позже Тиуая тем временем трансформируется в Хеллбатов Попытается выбить эту танковую блокаду прямо сейчас Надо по красного Рейвена отфокусить И по-моему это сделал По-моему это сделал Гумихо нет уже Рейвена у Тиуая Видимо с помощью циклона удалось решить вопрос Рейвена Гумихо и поэтому сейчас его невидимые баньши Очень неожиданные безусловно для соперника Могут зайти весьма и весьма недурно Да, там куча викингов и там три орбитальных станции Но вопрос просто в скорости реакции на этих баньшей Которые безусловно будут залетать на разные базы одновременно И без Рейвена сложно будет Без Рейвена, без Турилии сложно будет получить детекцию одновременно во всех местах Хорошая задумка от Гумихо Но пока вот он очень далеко позади После этого проваленного пуша Много гелионов и викингов остается у Тиуая Дроп посмотрите от Тиуая очень в тему Помните сколько там пробитых рабов? Вот и Тиуай помнит, но сейчас посмотрим Кто кому больше рабов наубивает Тут все-таки танк баньша Они довольно быстро справятся с гелионами И медивак тоже скажет до свидания Здесь скан очень кривой Надо уходить Гумихо из-под скана Он не успевает Все же отдает баньшу И пока всего 4 раба он забрал Не доработал Гумихо в том эпизоде Мог он спасти баньшу Если бы чуть-чуть раньше сумел ее отступить В тяжелом положении синий террин Опять же баньши сейчас должны нарезать Если этого не произойдет То Гумихо будет очень сложно вернуться в игру экономически Красиво да сейчас циклоном Один из викингов перехватывается Но вы же понимаете Это мелочи жизни Все равно тут самое главное для Тиуая Что баньша летает где-то там в центре Баньша летает где-то очень далеко от экономики красного терна У которого уже строятся во всю турели И очень интересно что у него также делаются два либератора Похоже абсолютно уверен в своем воздушном доминировании Тиуай Я бы не советовал ему расслабляться в этом плане Поскольку у синего терна тоже викинги строятся вовсю Но сейчас это сканом безусловно Тиуай обнаружит 125 лимита на 78 Ужасно позади Ужасно позади Гумихо У него действительно единственный аут Это как-то перемастит соперника по воздуху Но как ты это сделаешь Когда там экономика намного круче Когда там 6 газов против твоих 4 И надо еще при этом как-то по земле не слишком жестко разваливаться Потому что все равно там одной-двумя баньшами Бесконечно долго убивать то войско Которое скоро придет от Тиуая 14 хилбатов на карте Еще 4 гелиона Которые явно снова готовы куда-то дропнуться На этот раз он дроп тилбатов Все же на натурал Это же неплохо Это же довольно эффективно может быть Но в данном случае будет ситштанг И сколько рабов будет потеряно? Всего 3 раба Но уже хлеб С учетом того, что Тиуаю не нужно уже добывать экономическое преимущество Достаточно его просто закреплять Это уже хлеб Тиуай еще раз сканет Видит, что там по-прежнему попытка перемасить по воздуху Понимает, что по земле, скорее всего Огромное отставание сейчас у Мехо И собирается просто идти заканчивать игру в свою пользу Пока там не слишком много воздуха А для того, чтобы перестраховаться по воздуху Достраивает Тора Очень грамотное решение Мне вообще Тора кажется недооцененным юнитом В современном ТВТ, где принимает участие Мех Понятно, что Марико Танки на Марико Танки Это совсем не тот матчап, в котором Торы могут быть полезны Но вот в матчапе, где принимает участие большое количество механизированных юнитов Неважно, наземных или воздушных Торы Справляются со своими функциями очень и очень неплохо У Тиуая четвертая локация есть И очень серьезное войско, которым он просто в любой момент может пойти вперед закончить игру Опять же, мне казалось, что он так и собирается делать Видимо, пока он решил, что спешить некуда Ну, скан, конечно, идеально показывает соотношение сил По воздуху прежде всего По земле, я думаю, Тиуай понимает, что доминирование от него никуда не денется Опа, какой тут циклон Циклон сейчас может огрести от этих гелионов Они еще и в хеллбатов трансформируются Смотрите, как интересно Из этих кустов циклон не может зафокусить хеллбатов А те, в свою очередь, быстро справятся с циклоном Если тот заедет на башню Зелнака непосредственно Красивый эпизод Все, Тиуай собрался Тиуай выдвигается вперед Полный контроль карты на его стороне Гумихо-то понятно, почему пассивен Гумихо нет смысла лезть куда-то вперед Соперника 200 лимита, что сейчас Гумихо может сделать Поэтому к нему никаких вопросов и претензий Тиуай, наверное, мог бы почесаться по поводу выхода в атаку пораньше Но хозяин-барин, безусловно, диктует ход игры именно Тиуай И все зависит именно от него в этом ТВТ сейчас Раскладывается для начала так, чтобы соплави поубивать Стенка эта изначально ставилась для того, чтобы не было проезда в миллионов Контрат атака одной большой Не шибко успешная Пошел драться по воздуху Гумихо И в драке по воздуху он победит Его викинг здесь намного больше Тор один, он не успеет нанести достаточно много урона Но как бы вот вопрос, а что это дает Да, есть победа по воздуху, а что дальше? Что эта победа в режиме здесь и сейчас способна дать Гумихо? Вот в чем вопрос У него все равно нет достаточного количества либераторов или паншей Чтобы выбивать наземное войско соперника Дропаться сверху на всех этих хилбатов не вариант Третья орбиталка под угрозой В итоге все равно приходится нападать одним могучим Теокликом Тогда какая разница ты Победил соперника по воздуху или нет Если ты все равно нападаешь вот так Не до конца додумал, по-моему, свою логику игры Гумихо В том локальном сражении он, конечно, в итоге Ну, победил, не победил Но, по крайней мере, уничтожил войско соперника Вопрос только в том Какие дальше перспективы Все это время третья база не добывала У соперника добывают все четыре И Тюай, естественно, приходит новым войском Которое, в принципе, не меньше предыдущего У Гумихо, вот знаете, какой юнит является главным Героем всей игры Да, очевидно, какой циклон Он до сих пор живет Там только что какого-то викинга залагонил В общем, развлекается по-прежнему как мод этот циклон Но усилий его одного будет недостаточно Для того, чтобы вернуть с Гумихо в игру 102 лимита Когда мех теран позади полимита У него еще, как правило, остаются ауны Когда позади полимита настолько сильно пехотный теран Ничего хорошего это для него не означает Что плохо у Тюай? Тюай, очевидно, не хватает пары медиваков Для того, чтобы не складывать танки бесконечно В этом реально нет никакого смысла Танки можно просто аккуратно перевозить медиваками Не создавая таких уязвимых ситуаций Смотрите, опять этот геройский циклон Кого-то прихватил И только что именно циклон, по-моему, сделал фраг Только что именно циклон добил танк Тюай, несколько замедленная реакция на происходящее Он почему-то решил, что не стоит отправлять назад свое дотекание Но зато он успел напасть в лоб И Гумихо понимает, что последние его шансы растаяли Ну, Гумихо никаких претензий Он боролся до последнего Он боролся до конца И понятное дело, что тяжело ему здесь было что-то придумать Начиная с того дропа Гиллионов Который оставил его очень сильно позади по экономике Тюай пока подтверждает свой статус фаворита 1-0 Он впереди 1-0 Он ведет в матче виннеров Еще один сет И Тюай отправляется в плей-офф Добро пожаловать тем, кто уже успел присоединиться к прямой трансляции Вот пишут Привет из Сибири Первый раз на прямом эфире Еще раз напоминаю всем, кто смотрит нас в записи на ютубе Что мы проводим прямые эфиры на africa.tv Каждую среду и пятницу В 12.30 по московскому времени они начинаются Обязательно к нам приходите Смотреть StarCraft в прямом эфире В записи, на мой взгляд, это все-таки немножечко Разные Виды деятельности И вот как-то от прямого эфира больше удовольствия получаешь Более живые эмоции Разумеется, где-то вы не сэкономите время За счет того, что в записи можно там что-то как-то промотать Да Даже вот эти маленькие наши 2-3 минутные прерывы Тоже можно промотать Но, не знаю, на мой взгляд, это такой себе фактор Далеко не самый важный На мой взгляд, все-таки Куда важнее именно получать Массу положительных эмоций Куда важнее получать Получать наслаждение от поединков по StarCraft 2 И вот как раз в этом плане вам поможет прямой эфир К слову о прямых эфирах Сегодня в пятницу в 20.00 по московскому времени Вас ждет очень интересный шоу-матч В котором примут участие наши подписчики Подписчики проекта Clever Press Которые изъявили желание сыграть в подобном шоу-матче в формате пролиги Команда Алекса будет бороться с командой Каби В очень интересном формате Если Каби есть в чатике Можете поспрашивать, какие у него оправдания на тему того, что его команда сегодня проиграет Можете заодно и Джудикейтера потроллить на этот счет Который оказался в команде Каби Который будет вынужден нести на своих плечах Все тяготы звания лидера проигравшей команды В общем, это будет очень интересно Приходите обязательно сегодня вечером На моем YouTube-канале будет трансляция И это будет, конечно, очень и очень здорово Ну а следующий прямой эфир у нас скорее на прицеле будет 24 в среду 26 в пятницу Но по поводу пятницы я еще не уверен, буду ли я ее комментировать Потому что 26, 27 и 28 числа Я буду комментировать финалы World Electronic Sports Games Африка и Ближний Восток Финалы, которые будут проходить в Дубае Этот турнир, напомню, мы уже анонсировали И более того, буквально сегодня, буквально через час-полтора Мы анонсируем старт европейских отборов И если вы смотрите нас в записи на YouTube То я уже вам советую заходить на сайт int.vesg.com И потихоньку регистрироваться в отборах для России, Украины Любых других стран СНГ Там, кто еще вместе с нами Израиль вместе с нами Вообще вся Европа Если вы вдруг где-то в Западной Европе живете Вы уже можете приходить и регистрироваться На национальных отборах к World Electronic Sports Games Рекордному турниру в истории второго Старкрафта Тем не менее, в этом мы еще поговорим как-нибудь в другой раз А пока давайте лучше поговорим о стратегии Которую выбрал на карту Dusk Towers Терен КТ Роллстер TY ведет в счете 1-0 И TY решил вот так вот немножечко почизить на карте Dusk Towers Это, безусловно, весьма интересный ход Потому что на Dusk Towers мы крайне редко видим агрессивные стратегии И это карта, в которой все-таки Которой принято играть Макро, которую принято играть Со спокойными опенингами О-хо-хо А тут не просто риперы, о которых я сначала было подумал Тут ничего себе билдордер Прокси-мародер с замедлением, господа Когда вы последний раз такое видели в матче 5-двт? Во временах Heart of the Swarm, наверное Потом в Него Севдовой и так играть перестали Да, ничего себе Мародер с замедлением Уникальная стратегия в матче 5-двт Мародер, естественно, может отконтрить рипера Опа-на! Мог бы отконтрить рипера Если бы у него уже были конкасси в шелсы Но конкасси в шелсов пока нет И рипер спокойно отступает Вы знаете, мне кажется, с учетом того, что Гумихо разведал У него все должно быть хорошо То есть сейчас он должен просто минимизировать потери по рабам Не забывайте, я думаю, использовать гранатку Чтобы отбрасывать мародера назад Почему бы и нет? Вот сейчас второй мародер появился Это уже особенно важно Гранатка подбросила разве что и Севишку вперед Так, ну и вот здесь Два мародера уже начинаются проблемы у Гумихо Два мародера еще и проходят дальше Правда, один из них, в принципе, уже без хитпоинтов У второго тоже уже все плохо Оно, я думаю, в итоге отбивается Тут Гумихо, потеряв 5 рабов Больше у него потери уже не должно быть на хайграунде Бункер есть 22 раба на 17 Преимущество, конечно, сейчас Тиуай получает Но вопрос в том, что Все-таки не совсем понятно, во что он это преимущество сможет конвертировать У него второй барак в прокси У него нет никаких технологий Только ставится в Фэктори У Гумихо Фэктори уже есть И он явно будет сейчас давить соперника рипера гелионами И один мародер тут и близко не поможет нормально от этих рипера гелионов отбиваться Вот единственное, что плохо, конечно, для Гумихо Не сможет он пойти в быструю баньшу Которая классически считается главным вариантом контры Что это такое? Да, ну Тиуай вообще с ума сошел Тиуаю надо отменять этот командный центр По-моему, вообще без аутов Как он его защищать-то будет от рипера гелиона Что это за бред? Тиуай, конечно, делается циклон Это хороший юнит, но Камон Он реально думает, что он сейчас двумя мародерами и парой марика Вот всего этого отобьется Давайте посмотрим Давайте посмотрим, Гумихо Тоже так не считает Он согласен со мной, что тут надо нападать Тут надо пушить И что не получится так просто отбиться у красного терна Но, судя по всему, остаются пока только два гелиона От которых сможет отбиться первый циклон Но дальше ведь будет дотекание и со стороны синего терна Циклон очень хорошо стартует Локон в одного из гелионов Пока нормально все у Тиуай Тем не менее, за всеми этими историями У него уже меньше рабов, чем у Гумихо Обратите внимание Что происходит Барак приземлился на натурале у Гумихо Построил Гумихо тут В смысле Тиуай тут Морпеха построил и заставил Гумихо сорвать всех своих рабов И вернуть сюда всю свою армию Матерь божий Неплохо Здоровская эффективность Как для одного единственного морпеха Циклон, кстати, вообще здорово зашел Посмотрите, что этот парень вытворяет Смотрите, что одним циклоном делает сейчас Тиуай Барак тут у него еще приземлился Так, так, так Так, так, так Я не вычинил все-таки Гумихо Не вычинил Гумихо Гелиона Господи Циклон-то вообще не такой, что плохой юнит Тиуай Смотри, что вытворяет Он пришел двумя циклонами Отменять третий ЦЦ Мы там рассуждали Над тем, сможет ли свой командный центр отбить Тиуай Тиуай свой отбил Посмотрите, что вытворил Циклона у соперника забрал Сейчас пушит третий ЦЦ соперника Хаос происходит на локации Гумихо Синитерн приземлил Викинга Чтобы отбиться нормально от всего этого В итоге таки забрал циклона И все же отобьет он свой третий командный центр Жуть какая тут происходит Не, красным Гелионом тут не навоюешь Извини, Гумихо Ооо, вот это сейчас, конечно, дал жару Тиуай На самом деле Его третий командный центр внизу смотрелся очень нагло Но мало того, что Тиуай свой командный центр отбил Он еще и потом приехал и циклоном Такое вообще навытворял Видали еще, как он красиво своими двумя циклонами зацепил Циклона Гумихо единственного И быстренько его разобрал на локонах Так это здорово, конечно, смотрится Циклон это юнит, который в неумелых руках абсолютно бесполезен Но в умелых руках, в таких руках, как у Тиуай, это совершенно волшебный юнит Это юнит, который такие вещи может удворять Он как бы не выиграет игру в одиночку, но преимущество подарить может Смотрите, что у Тиуая больше рабов А было больше рабов и гумихов в какой-то момент Очень здорово все сделал На этот раз, правда, к моему огромному сожалению Марико-танки на Марико-танки Никто не пойдет в мех На этот раз Никто не собирается Строить Большое количество танков, хеллбатов, викингов, торов А вот там еще Либераторов по ситуации Ну и Циклонов мы с вами тоже больше не увидим Их время прошло Дальше диктовать ход игры будут Марико-танки В целом все лучше у Тиуая Лимита у него будет больше Новые бараки у него готовы раньше Но Тиуай встает по апгрейдам И вот если преимущество по апгрейдам Гумихо сможет закрепить очень быстрым заказом 2-2 Мне кажется, что есть хорошие шансы у Гумихона Победа в этом сете Весь вопрос именно в том, сможет ли он дальше Да, мгновенно заказывает 2-2 Просто мгновенно Гумихо, видимо, тоже понимает Что это, наверное, будет его едва ли не единственным возможным преимуществом Учитывая то, как в целом складывалась игра И очень резонно он делает ставку именно на Апгрейды, лимита, посмотрите Значительно больше у Тиуая Именно армии, сопла и парабам Там все примерно ровно Но вот быстрее начал строить свое войско Тиуай Быстрее у него готовы дополнительные бараки Стимпак, щиты, все это тоже у него уже есть У Гумихо щиты будут очень поздние Сейчас ему главное еще про них не забыть Потому что стимпак готов И по такому таймингу редко щиты заказывают Гумихо надо вот прямо сейчас обратить внимание На то, что стимпак уже готов Прямо сейчас щиты заказывать Вы понимаете, даже если будет внезапно драка 2-2 на 1-1 Но без щитов у синего террена Это будет очень сильно в плюс для Тиуая Щиты это плюс 10 хитпоинтов Апгрейды 2-2 все же чуть меньше выигрыш дают Тем не менее, сейчас все же щиты заказываются Проблем никаких не должно быть Циклон опять продолжает свое черное дело Но Гумихо все же сохраняет медивак Гумихо тоже начинает дропать У соперника все же быстрее 4-й командный центр Тиуай закрепляет свое экономическое преимущество Постановкой 4-го ЦЦ Вот там вот справа на 3-х часах Тиуай активно пытается соперника дропать Оба развлекаются тут двумя медиваками с двумя ситштанками Тиуай еще циклон есть Представляете вообще, какие руки нужны, чтобы все это контролить Это просто жесть Дома надо идеально макриса ставить кучу саплаев Полетел там куда-то дроп с мариками Эти два медивака ситштанками Циклон там еще какой-то Викинги Апгрейды заказывать Ёлки-палки Как это вообще можно делать? Можно оказывается Тиуай высаживается на второй базе Кумихо Кумихо не ждал Вау, 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 вау Не инженерки, только не инженерки для Кумихо Это самая страшная потеря, которая только может быть Но доделался плюс 2 на атаку Плюс 2 на атаку доделался Поэтому уже апгрейды 2-2 есть И как же бесславно в итоге погибает циклон Сейчас надо очень активно вести себя на карте Кумихо Он впереди по 2-2, причем очень сильно Что это такое? Две сенсорки друг рядом с другом Что-то утевает Сломался алгоритм Сломалась программа Очень похоже действительно на то, как действует искусственный интеллект Иногда тоже такие бестолковые здания Друг рядом с другом Тут у нас что происходит? Тут у нас пытаются спастись 2 танка в 2-х медиваках Но по-моему у них никакого-то еще нет До свидания, все И отставание по танкам это весьма неприятно Отставание, которое пока минимально Но оно все-таки есть Конечно, вот такое ТВТ я ненавижу Просто гляньте табличку юниц Рабочие медиваки, танки, марики, 2 викинга Все Больше ничего не надо Кто кого перемарик и танчит Давайте смотреть Руки ровнее у Ти Вая Поэтому он тут огромный фаворит В таком ТВТ руки значат намного больше, чем мозги Поэтому я бы скорее сказал, что у Ти Вая шансов больше Видите, вроде бы сейчас соперника переиграл немножечко глубоко Нашел возможность напасть Но за счет очень быстрой реакции За счет очень хорошего микроконтроля Ти Вай все сделал здорово Ну и вот сейчас Гумихо просто тупо не хватает скорости Чтобы соединить свое войско Чтобы грамотно высадить танки в одном месте Сосадить в другом месте Тем не менее, он дает бой Ти Вай вынужден спасаться бегством Поскольку у него еще вся армия не подошла Все это время 2-2 на 1-1 Насколько я понимаю, это ведь очень серьезное преимущество Нет, уже 2-2 готово у Ти Вая Вот буквально, видимо, только что не доделались Ну зато 3-3 тоже будет раньше у Гумихо Митиваки не уходят на красных хитпоинтах Придется эту часть войска отдать Красному терну, но отдает он не бесплатно далеко Хорошо они разменялись И по лимитам там не слишком отстает Ти Вай 70 тропов у красного терна 71 у синего как раз вот такой Идеал Идеал экономический у обоих тернов Они друг друга даже не пытаются сейчас харасить Возможно, кто-то куда-то дропнется Но дропы не особо эффективны В современном ТВТ Обратите внимание на то, что кругом сенсорки у того и другого игрока Поэтому они будут заранее знать о любых подобных телодвижениях соперника Вот только по верхней части карты Может быть получится прорваться Ти Вая Но посмотрим, как это будет работать Знает, знает и Гумихо, и Ти Вай, где находится армия соперника Сейчас и снова Преимущество, которое есть у Ти Вая Это его ровные руки Преимущество, которое есть у Гумихо Это апгрейды 3-3 у него раньше, чем 3-3 или даже 3-2 соперника Вот сейчас-то как раз можно хорошо подраться с преимуществом по грейдам И пытается навязывать сражение сопернику Гумихо Серьезные войска у Ти Вая на мейне сосредоточены Пока непонятно, как он будет их подводить И куда он их будет подводить И пошел все-таки Гумихо вниз Пошел на вот эти Сенсор Тауэр С двух сторон пытается напасть Ти Вай Пытается зажать его вот так вот Со стороны третьей и со стороны четвертой базы Но мне кажется, подобные клещи тут не пройдут Так вот, захватить это войско в клещи Оно, конечно, вроде бы с такой общестратегической точки зрения и прикольно Но по факту просто Либо ты это делаешь абсолютно синхронно, что почти невозможно Либо ты это не делаешь никак Гумихо немножко не идеально тут контролит Неразложена у него часть танков Большой сплэш он поймал Но по-прежнему 3-3 на 2-2 3-3 на 2-2 все это время в пользу Гумихо И только уже после окончания генерального сражения Доделался плюс 3 на атаку у Ти Вай Это, конечно, огромный фактор Преимущество по апгрейдам 3-3 на 2-2 дает очень много в таких марико-танковых войнах И я думаю, как раз за счет этого преимущества Гумихо и сумел в сражении победить И Чи-Чи пишет Ти Вай Решил он уже не продолжать борьбу Это действительно было бы здесь крайне сложно 1-1 становится счет Гумихо все еще близок к выходу из этой группы с первого места Молодец Молодец Гумихо, здорово сыграл Да, это была карта Dusk Towers Да, это были скучноватые все-таки Марико-танковые ТВТ Если бы не развлечения с Циклоном в начале Я думаю, мы бы с вами действительно могли бы заскучать Но Не будем об этом сейчас Потому что хочется верить в то, что третий сет у нас будет в любом случае очень классный И Может быть мы там увидим мех от одного из игроков А все от карты зависит Это карта Frost, здесь можно играть в мех И Я не удивлюсь, если в мех попробует сыграть Гумихо Который в свое время был адептом механизации в матчапе ТВТ Адептом не тем, который юнит Во втором Старкрафте А адептом в плане Активным сторонником и приспешником Обратный отчет И мы отправляемся на карту Frost Третий сет Справа сверху появился лидер команды MVP МВП Чикен Мару Гумихо Гумихо На ваших экранах Этот молодой человек Соперником которого является чемпион GSL Вице-чемпион GSL КТ Ролстер Ти-Вай Без одного матча чемпион GSL, можно так сказать Ти-Вай Ти-Вай на ваших экранах Газда Барака на этот раз Играют оба И от вице-чемпиона GSL Это интересный опенинг От Гумихо мы уже Газда Барака видели на карте Frost А вот что касается Ти-Вай Это у него до этого были совсем иные опенинги Напомню, что у него просто был Рипер ЦЦ У него был просто Рипер ЦЦ На карте Kings and John Station А на карте Dusk Towers мы увидели от него Прокси Барак Там вообще интересный был очень билд Конечно, Прокси Марадера с замедлением Это очень-очень весело Но сейчас Газда Барака Сейчас факта максимально быстрая У Гумихо А вот Ти-Вай Да, ну Ти-Вай я понял, какой билд играет Окей Это разные билды Оба пошли в Газда Барака Но при этом у Гумихо быстрый второй Газ Он играет в Рипера Гиллионов А Ти-Вай играет классический билд В современном ТВТ Один из самых популярных на карте Frost Газда Барака Рипер Командный центр И затем Фэктори В чем преимущество этого билда В том, что у вас экономика практически такая же Как при Рипер ЦЦ Чуть-чуть слабее буквально В чем недостаток В том, что Вот билд ордером а-ля Газда Баракова второй Газ Вы проигрываете по таймингу технологий И при этом какую-то жесткую халяву Вы наказать не можете Но жесткой халявы здесь нет И важным является только тот фактор Что Гумихо впереди по таймингу факты И сейчас он выйдет вперед еще сильнее После того, как Ну, хотя тут, не знаю Буквально на доли секунды, наверное Сумел опередить Да, в общем Ти-Вай Сумел, в принципе, сохранить тайминг факторки Действительно, он там доли секунды только потерял Ну, а дальше он сумел опередить соперника В праве первого выстрела Но гнаться за Гумихо Ти-Вай Безусловно, не может Два рипера на одного Не очень балансный матчап Эти риперы попадутся сейчас на гелионов На мэйне красного терна Так что Гумихо их отдаст И они даже ничего толком не наубивают Напоследок Дальше Либератору Гумихо снова Слушайте, это совсем тот же билд у него Прям один в один то, что он делал на Кингс и Джонге Я правильно понимаю? Честно говоря, не совсем Резонно, наверное, повторять то же самое Особенно с учетом того, что этот билд у Ти-Вай уже видел И он просто построит викинга Отконтрит этого же Либератора И все Не знаю Очень непонятные действия от Гумихо То есть Его с этим билдом уже отконтрили на Кингс и Джонге И Ти-Вай прям на этот раз летит Навстречу Либератору Не очень Понимает, чего собирается добиться Гумихо дальше Но давайте смотреть Хорошо, Гумихо, Рейвен и Циклон Мы помним, что на Кингс и Джонге Потом была невидимая Банша А вот у Ти-Вай делается очень интересный юнит Это Медивак Помните, да, дроп Гелионов, который Который просто взял и выиграл игру на Кингс и Джонге для Ти-Вая Вот нечто подобное, я думаю, планирует терн команды КТ Роллста И в этом сете Либератор такой Парни, у нас проблема Ой-ой-ой Куда-куда Циклон? У Гумихо уехал Ну как же так? Ну как же так? Ну что ж такое, Гумихо? Очень несвоевременно отступил Циклоном И, посмотрите Опять вроде бы всего два раба потеряно Но майнинг тайм опять всех юнитов сюда бы в два клика отправил И самое главное Рабы пробиты, а все четыре Гелиона по-прежнему живут И они еще обязательно вернутся, зная Ти-Вая И Ти-Вая в это время просто спокойно выходит на третью базу Но на этот раз На этот раз давайте-ка посмотрим, мех или пио Вроде бы пошли третий-четвертый газ Таким может быть мех, но много мариков построено Интересно, как Как будет реагировать в дальнейшем Ти-Вая Бункер какой-то ставят Бункер Вот это на такой стадии Это вообще против чего? Подождите Я Начинаю немного терять мысль этой игры Стимпак пошел и Гумихо Гумихо-то понятно, что в био идет И Здесь, наверное, все предельно логично Учитывая то, какой оупенинг он выбрал Я Я Удивляюсь очень Откуда эти бункеры? Объясните мне, пожалуйста, что происходит Зачем Ти-Ваю эти бункеры? Без шуток Там бункер просто на ровном месте Во время Ну Вот на этом переходе Вот, бункер продан Что происходит? Это не мог быть мискли? Как вы думаете? Я понимаю, турели построить Да, окей Тут действительно очень Серьезная задумка от Гумихо В плане взять воздух Ну, бункер-то чем поможет? Бункер от циклона Танков развалится в считанные секунды Ти-Вай невозмутимо Всел этот бункер Но он ему нафиг не нужен Бункер уже уничтожен Турелька бы, да Пригодилась, наверное А бункер-то зачем? Контратаковал Ти-Вай либератором И контратаковал неплохо Там уже 4 рабочих уничтожено Пока Гумихо здорово продвигается Вперед по земле Оба идут в бью Обратите внимание Там делается стимпак Ти-Вай Так что у него примерно Такой же состав армии Я думаю, что рано или поздно Он отбиться сможет Но Ну, сейчас, в общем Ситуация немного выровнялась Сейчас Гумихо хорошо соперника Прижал Да, вы не забывайте Что Ти-Вай Ставил 3-й командный центр Сразу на лоу-граунде А Гумихо все это делает С двух бас И он Ведет с собой рабов Для того, чтобы Вычинивать викинговые танки Ох, насколько тут все серьезно То есть поджим Будет продолжаться Танки сейчас будут Раскладываться Вот так вот Под мейном Ух ты В какой позиции Дальше мы увидим еще Либераторов Тут все вообще Очень серьезно У него стимпак готов Сколько у него мариков На карте Чтобы этот стимпак Использовать Интересно Мариков у него Совсем мало Но в принципе На них плевать Тут основная Задумка Связана именно с танками Три танка У синего черна Три танка В принципе У красного Только они расположены В разных местах И Ти-Вай Много Много теряет Своего производства Прежде всего Из-за этих танков Все Пошел Пошел В бой Ти-Вай Нападает сразу По нескольким направлениям Есть тут Синие Либераторы Есть красные Либераторы Которые пытались Помочь просто по воздуху Синие сразу разложились Победил В этом сражении Гумихо Причем С довольно серьезным Запасом по земле Но не по воздуху По воздуху Гумихо проиграл И это означает Что преимущество По Вижену Получает красный терн И Ти-Вай Все же отбивается И у него 53 раба Она 45 И у него Такой же состав войск Давайте смотреть Как дальше будет Ти-Вай Реализовывать Полученное Экономическое преимущество Он заказывает Тут же апгрейды 1-1 Насколько я могу Судить У Гумихо Никаких апгрейдов Нет Гумихо Продолжает Достраивать Викинг Вот вообще С викингами Тут интересная история Знаете Мне кажется Что Викингов Сейчас строить Гумихо Бессмысленно Да Я понимаю Что он Хочет попробовать Все-таки Подраться За Воздух Да Хочет попробовать Выиграть Доль в воздухе И дальше опять Либераторами Что-то придумывать Но ведь он Медиваков Лишается Он лишается Медиваков И сейчас он Еще лишится Щитов На морпех Кстати Что тоже Очень неприятно Без Медиваков Во-первых Нельзя передрапывать Танки Да Капитан Алекс подсказывает А во-вторых Есть такая проблема Что Без Медиваков Просто Морики Будут куда менее Эффективны Поэтому Гумихо Вот Опасную игру Сейчас затеял Даже 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 если Он Добьется Своего В том Плане Что Он Сможет Выиграть По В плане Того Что он Сможет Выиграть По воздуху Он Может Очень сильно Проиграть По земле Так что Результат Воздушной Дуэли Уже Будет Неважным 6 Викингов 1 Либератор Против 5 Викингов И 2 Медивак Вот такие У нас Пока Воздушные Расклады Медиваки Конечно Сами По себе Стрелять Не могут Но Они Вот Могут Танки Перевозить Они Могут Морпехов Хилить Вот Не нравится Мне Что Сейчас Делает Гумихо Вот Совсем Не нравится Мне кажется Армия Гумихо Намного Слабее Да Он Победит По воздуху Скорее Всего Окей Он Разложит Своего Одного Либератора Дальше Что Он Добьется Этим Одним Либератором Вот В чем вопрос Два Медивака Появились Уже И у Гумихо То есть Он Может Хотя Бы Два Танка Переносить У него Четыре Танка Поэтому Двух Медиваков Явно Недостаточно Но Это Уже Хлеб Тем Временем Вот Так Вот Под Мейном Соперника Чтобы Убить Сом Того же Саплай Раскладывается Тивай Он Не Может себе Позволить Дальше Передрапываться На Хайграунд Он Просто Уходит Пока Но Он Оказывает Серьезное Давление На Гумихо И Гумихо В соплай Блоке Оказался Именно Из-за Этого Посмотрите Правый Верхний Угол Было 125 125 И Эта Позиция Держалась Где-то Там Секунд 20 30 Это Не Просто Так Это Следствие Того Давления Которое Оказывает Тивай На Своего Соперника Тивай Делает Дроп на Третью Одновременно С этим У него Готовится Массовый Дроп на Мейт Здесь Сразу Три Медивака Но Понимая Что Соперник Ждет Тивай Все-таки Собирается Сюда Высаживаться Он Отдает Весь Свой Волтух Он отдает Всех Своих Викингов Но Он не отдает Пока Не один Танк Гумихо Гумихо Очень Долго Ждет Момент Чтобы Высадить Танки На раскладке Уже Потерян У него Один танк Вот сейчас Два Высаживается Но у Тивая Огромное преимущество По лимиту Тивай Сейчас тоже В соплей блоке Оказался Но У него Вот-вот Будет готов Уже апгрейды Два Два И Он там Садил Мейн Соперника У него Тут достаточно Медиаков Чтобы два Танка Передропать Тут же Забирает Танк Соперника Тивай Широким фронтом Нападает Это конец GG 2-1 КТ Ролстер Тивай Выходит из этой группы С первого места Абсолютно заслуженная победа Тивай полностью Переиграл своего оппонента В третьем сете И в первом сете Тоже был намного сильнее В первом матче Сегодняшнем Против Рога Тивай Показал себя молодцом По делу По делу Тивай Побеждает в этой группе И выходит в плей-офф GSL CodeS Второго сезона 2016 года И обязательно Постарается Выйти Во второй финал Подряд Субтитры сделал DimaTorzok